МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Россияне бурно отреагировали на очередной бравурный отчёт Росстата о резком росте реальных доходов наших граждан. Случилось это якобы в третьем квартале 2019 года после провала в начале года. Как уверяет статистическое ведомство, доходы населения за вычетом обязательных платежей и откорректированные на инфляцию в третьем квартале выросли на 3% в годовом выражении. При этом в первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором – в 0,1%. Однако с учётом статистики за третий квартал по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирован рост на 0,2%. Интересно, что доклад был опубликован через несколько часов после того, как российский президент Владимир Путин признал отсутствие роста реальных доходов населения и потребовал изменить ситуацию. И вот на тебе, ситуация изменилась. Мои россияне этого, правда, не заметили. Я думаю, что обнародованные цифры, мягко говоря, подтасовка, чушь, очередная утка. Вообще интересно, в какой стране Росстат считал такие нереальные доходы, если доход и повысился, только у олигархов. У нас остальных благосостояние как было, так и осталось крайне неудовлетворительное. Коммунальные счета растут, не успеваем платить. У меня за три года на 1,8% увеличилась зарплата, а квартплата выросла чуть ли не на 20%. Цены на всё постоянно растут, нищих всё больше, средний класс всё меньше, долги огромны, большинству не хватает денег, вынуждены брать кредиты. Но вдруг просыпаешься среди всего этого, и тут, оказывается, у россиян опять реальные доходы выросли. Похоже, что власти приурочили обнародованную оптимистичную статистику по росту доходов россиян к очередному повышению тарифов ЖКХ, чтобы народ не нервничал сильно. Надо отметить, что Росстат связал скачок величины реальных доходов населения в третьем квартале с низкой базой прошлого года, опережающим ростом доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в общей структуре. Но даже я со своим высшим образованием эту логику с трудом понимаю. Да и аналитики не находят внятного объяснения взрывному росту доходов россиян в этом самом третьем квартале. Об этом, в частности, написал в своём твиттере главный экономист банка Нордеа по России Татьяна Евдокимова. «Всё это выглядит весьма странно на фоне снижения потребления и примерно неизменной динамики реальных зарплатных плат во втором и третьем кварталах», отметил эксперт. Главный аналитик БКС премьер Антон Покатович заявил в комментарии РБК, что представленные Росстатом цифры вызывают серьёзное недоумение, поскольку, по его мнению, в экономике нет явных драйверов для такого ускорения показателей реальных доходов населения. Аналитик отметил, что серьёзное восстановление денежных доходов населения должно было бы привести к росту потребительского спроса и поддержать розничную торговлю. Однако этого как раз не произошло. Наоборот, реальные доходы населения находятся на критически низком уровне. Они падали пять лет подряд, и чтобы достичь хотя бы уровня не самого хлебного 2014 года, понадобится 2-3 года непрерывного роста соответствующих показателей. А пока что картина представляется абсурдной. При постоянном росте ВВП реальные доходы населения не увеличиваются. Как выразился директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, от такой экономики Адам Смит и Давид Рикардо в гробу бы перевернулись. Похоже, что главная проблема наших чиновников – плохие цифры в отчётах. Но вот теперь они научились эту проблему решать. Цифры в отчётах хорошие. А основная проблема у нас, россиян, – это уровень и качество нашей жизни. Вот чего мы ждём от правительства, от государства, от президента, как от людей, которые регулируют экономику. Нам, например, не так важно, сколько мы произведём такторов, эскаваторов, турбин и атомных реакторов. Хотя всё это нужно и хорошо. Для нас главное – это повышение уровня и качества жизни. Своей, своей семьи, своих детей. А вот эта компонента находится у нас, я бы сказал, мягко выражаясь, в стагнации. И как цифры не корректируй, нужно реальное улучшение. Это была программа «Цифры» и я, Андрей Асташкин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова